Привет всем, друзья! Сегодня поговорим о предсказаниях Непровидца, но знаменитого ученого Эрнста Ревгатовича Молдашева, знания и опыт которого способны доказать или опровергнуть многие уже услышанные вами пророчества. Эрнст Молдашев главным образом знаменит в мире как заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, один из лучших в мире хирургов офтальмологов, который считает, что глаз человека может рассказать о нем все. И не только о нем, но и о его предках. Эрнст Молдашев является главным научным консультантом Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения РФ. Этот человек внес неоценимый вклад в медицину, получив более 50 патентов на изобретения, которые сегодня облегчили жизнь миллионов людей на Земле. Такие ученые, как он, рождаются нечасто, и тем интереснее узнать о мнении и опыте этого человека относительно событий нашего времени. И мы выбрали его не просто так. Помимо непревзойденных успехов в профессии, Молдашев прославился участием в многочисленных экспедициях, связанных с изучением древних цивилизаций и неразгаданных тайн, к примеру, исчезновения самолетов. Он объездил весь мир и на сегодняшний день стал обладателем знаний недоступных среднестатистическому человеку, проводящему большую часть жизни в городе, вдали от природы и мест силы, где остались корни наших предков. К примеру, вопреки традиционному представлению о генофонде человека, то есть о том, что в каждом из нас кроется информация о совокупности всех, разновидности генов предков и человечества как вида, Эрнст Молдашев утверждает, что совокупность генов имеет реальное местонахождение на Земле. И базируется в районе Гималайских гор, якобы там законсервированном состоянии находятся люди всех предыдущих цивилизаций, как минимум пяти. По результатам научных экспедиций в Тибет, Индию и Непал, ученые с членами группы стали обладателями информации, которая не поддается нашему привычному объяснению. Он утверждает, что представители древнейших цивилизаций до сих пор находятся на Земле. К таким выводам группа исследователей пришла после изучения феномена состояния самати, когда человек в результате особой формы медитации останавливает процессы своей жизнедеятельности на любой промежуток времени. Кажется, что этот человек более не живет, но при доскональном изучении оказывается, что процессы его жизни происходят просто гораздо медленнее, чем у обычного человека. Тело его не тлеет и не разлагается, находясь будто бы в состоянии спячки. При этом во время такой глубокой медитации дух находится на свободе, временно покидая телесную оболочку, видя ее со стороны. Состояние самати – это каменно-стальное состояние, когда не ощущается сердцебиение, пульса и дыхание. Тело становится плотным и способно ожить, при условии, что вновь опретет душу. Эрнст Молдашев утверждает также, что знания современного человека о мире очень ограничены. В поиске истины экспедиционная группа ученого встретила необычных людей, облаченных в бело-черные одежды, регулярно посещающих так называемые «самати» пещеры, вход в которые обычным людям закрыт. Чтобы попасть туда, в хранилище древних, нужно в состоянии медитации получить разрешение, допуск одного из тех, кто находится внутри. Температура в пещерах – наилучшая для сохранения биоматериала. Все представители древних цивилизаций при необходимости могут вновь обрести свои тела, и реальные масштабы сокрытых пещер могут удивить любого, ведь там содержится не 5 и не 10 человек. По рассказам ученого, многие посвященные люди находятся именно там. Возможно, что и этим в том числе можно объяснить многократные случаи так называемых чудес, когда рассказывают о внезапном воскрешении святых. Эрнст Молдашев своими глазами видел фигуры представителей древних, сидящих в состоянии самати. Эта находка привела в изумление весь мир, но до сих пор недостаточно изучена, а наше представление о мироустройстве не изменилось. Результатом экспедиции Эрнст Молдашев объяснил, что конец света – это понятие вовсе не из области фантастики. Оказывается, человек вовсе не первый и наверняка не последний, самый разумный на Земле. Великие пророки, ясновидящие также появляются в мире из самати пещер. Происходит это редко, но такие люди входят в историю. Хранилище было создано еще древними и спасет человечество в случае очередного конца света, который может произойти в мире в любой момент. Дело в том, что еще в 1996 году, изучая в Гималаях необычные каменные сооружения с изображением человеческого глаза, ученый пришел к выводу, что большинство из них ориентированы по линии, которая отклоняется от оси север-юг на 60 градусов, то есть расположена по древней магнитной сетке. Казалось, что ранее и экватор, и полюса располагались совсем в иных местах, нежели сейчас, а их перемещение вызвало катаклизмы великих масштабов. Что и до нас дошли по многочисленным рассказам о падении небесных тел или всемирном потопе. Это уже мировой масштаб бедствия. Ученый рассказал о том, что мы уже слышали от провидцев, но кажется нам нереальным. В самом деле, если древних цивилизаций было 5, а то и больше, то почему мы почти ничего не знаем из их истории, будто бы каждый раз с началом нового времени она начинает заново свои хроники, теряя наследие предков в результате какого-то масштабного происшествия. Вот что, по версии ученого, случится, если вдруг внезапно произойдет очередное обнуление и очищение Земли. Эрнст Молдашев утверждает, что вероятнее всего при конце света мир увидит очень редкое явление, которое даст о себе знать в первую очередь погодными изменениями и аномалиями. На мировом уровне тогда будет происходить следующее. Северный полюс сместится в район США. Россия в один день станет тропической, а новый экватор пройдет в районе Тюмени. Земля станет другой, и постепенно в этом уже не будет сомнений. Тогда лучшими местами для жизни станут побережья Северного Ледовитого океана – Якутия, Колыма, Чукотка и Камчатка. Природа в Москве и Мурманске будет напоминать тропические острова. Территории США и Мексики погрузятся под толстый слой льда, вся привычная жизнь изменится. Из-за повышения уровня океанов с карты Земли исчезнут Голландия, Великобритания, северная часть Германии и Бельгия, Польша, Болгария, часть Италии, Украины и Франции. Ученые рассуждают над тем, как моря и реки выходят из берегов. Ничто не может исключить появление цунами высотой в десятки километров. В результате смещения земной оси подземные волнения будут только усиливаться, что грозит масштабными землетрясениями и извержениями вулканов, которые будут сопровождаться разделением материков. Вся привычная карта Земли изменится. Напомню, что подобное предсказывал и всеми известный спящий пророк Эдгар Кейси. Он увидел картину новой карты Земли в состоянии между сном и явью. Так он предсказывал большинство событий на Земле, многие из которых уже сбылись. Конкретно то предсказание о новой карте Земли относится к нашему столетию и прикликается с Катренами Нострадамуса и предсказаниями святых прозорливых старцев. И снова мы находим ответ на вопрос, почему же России достанется меньше всего, почему в случае глобального катаклизма большая часть страны уцелеет. В результате очень выгодного расположения географически Россия не только выстоит и останется большей частью суши на Земле. Но будет страной с прекрасными условиями для жизни и климатом, о котором многие сегодня могут только мечтать. Эрнст Молдашев пишет, что до сих пор неизвестно, почему тогда ось Земли сместилась на 60 градусов. Но что уже ясно и понятно, такое на планете случалось не единожды и является редкостью лишь в масштабах человеческой жизни, но никак не по времени существования людей на Земле. Цитата. «Лемурийская цивилизация погибла, но дала жизнь цивилизации атлантов. Мы, арийцы, зародившись в недрах высочайшей развитой цивилизации атлантов, уже пережили один всемирный потоп. Выходит, наши предшественники действительно где-то спаслись. И ученый говорит, что лишь один участок суши на Земле ввиду своих свойств и энергии никак не затронут события на Земле. Это так называемый вечный материк, что находится в Тибете. Но если гипотетически представить, что все остальные места на Земле, включая Россию, станут непригодными к обитанию, то оказавшись там, люди быстро начнут деградировать из-за потери уже ставших привычными технологий, а через поколения уже совсем одичают и будут слагать легенды о некогда летавших в воздухе железных птицах». Мы не знаем, случалось ли подобное в истории, но нам известны байки о древних цивилизациях, уровень развития которых был в разы выше, чем у нас. Стало быть, произошло что-то, что сильно отбросило в развитие людей назад. Кто знает, может и нам приходилось учиться всему заново. А вы что думаете о редком явлении, наступление которого прогнозируют в будущем? Сместится ли ось Земли в наше время или это все сказки и ничего подобного точно не случится? Пишите свои мысли в комментариях и поставьте лайк этому видео, если было интересно. Подписывайтесь, чтобы первыми увидеть больше новых роликов. До встречи!